Здрасте! Всем, друзья, привет, уленьки! Мы продолжаем играть NF-марш в 22-й ферме. И у меня получилась одна очень длинная серия на час 40, которую я разделил на 4 части. Сейчас вы будете смотреть вторую. Вторая попытка начала октября. Всем, в общем-то, приятного просмотра. Ну что ж, друзья, здрасте еще раз. У нас снова утро октября в дубль 2. Я, значит, нахватался всех этих контрактов и, друзья, все сделал, кроме уборки. И одну уборку тоже сделал. И еще потом пахота появилась. Она сейчас в процессе. И, значит, друзья, что у нас изменилось? У нас появился новый модик на вот такие вот прекрасные жатки. Початка-собиратели. Три штуки капелла шириной 12, 15 и 18 метров. Они красятся в любой цвет. Соответственно, для Джоника у нас зеленое, для Нью-Холланда желтое, для класса в цвете класса зеленого. Однако есть у них один очень неприятный момент. Блин, они, кстати, еще и царапаются прикольно. Жатки я эти взял из модхаба. Но есть, как я сказал, у них даже два, кстати, неприятных момента. Я вот взял такие вот 15-метровые. И первый неприятный момент, с которым, который я знал, что он будет. Они, конечно же, по этим дорогам узеньким нигде нормально проехать по автодрайву не могут. Поэтому технику пришлось перегонять вручную. Но это полбеды. Я, в общем-то, знал, на что шел. Другая беда заключается в том, что они почему-то, точнее комбайны с этими жатками, очень плохо относятся к полям. Сейчас я вам на одном примере покажу. Вот, друзья, я убирал вот это поле, 21-е. И вот как комбайн шел, от него стерня вот эта, она укатывалась. Если мы посмотрим на карту, то мы увидим, что она как бы мульчирована здесь. Так, водитель прибыл на парковку, ман, сейчас пойдем разбираться. В итоге, из-за всего вот этого вот дерьма, а вот здесь он, видимо, два раза катался, где он разворачивался, здесь как будто вообще культивировано. Короче говоря, эта фигня сломала мне контрактные поля. Если вы сейчас посмотрите на процесс выполнения контрактов сверху, видите, везде 62, 63, 64%. А должно быть 80% после уборки. Урожай весь я свез на склад. Там была кукуруза только и табак. Сейчас мы все это дело отвезем. И, в общем-то, меня такой вариант не устроит, поэтому мы эти жатки продаем, и вам я их ставить не рекомендую. Я еще попробую потом где-нибудь, как-нибудь за кадром на другом сейве. Это мы тоже цепляем. И джониковскую мы тоже отсоединяем. А я потом, друзья, попробую 12-метровые. Может, они будут работать. Но, короче, не советую. Взять их можно в модхабе игры, я их на сайт выкладывать не буду. Ну и буду, соответственно, искать себе другие жатки какие-нибудь. Но, в целом, как бы, идея у них хорошая, но какие-то они забагованные. Здесь они не пролазят их загнать, поэтому придется их заносить здесь руками. Старые жатки я, увы, продал. Опять-таки, откатывать сейф и переделывать все поля я очень поздно это все дело заметил. Так что, увы. Все, скидываем их сюда и продаем нахрен. Отработали они почти по 5 часов каждая. Покупал я их, вроде как, по 150 тысяч за штуку. Продаем по 100. Ну, шо поделать. Продать, продать, продать. Плюс 300 тысяч. Давайте этих комбайнов отправим домой. У нас в этом сезоне уборочная завершилась, поэтому можно их всех отправлять на парковки. Мыть, заправлять и, в общем-то, переводить в божеский вид перед следующим годом. Ты давай тоже едь, а мы сейчас пойдем посмотрим и разберемся с нашими урожаями. Также, друзья, я еще убрал наши поля, на которых рос подсолнечник. А 35-е, 34-е я уже посыпал известью и закультивировал. И что-то он хреновенькое здесь закультивировал, да? Ну, ладно. И вот эти вот два я забыл замульчировать. Большое поле, 39-е, друзья, я вспомнил, что надо мульчером пройтись, поэтому там, в общем-то, я мульчер запустил. Здесь тоже плохо видно, просто стерня тоже вот такая вот есть, от колес оставшиеся. Но это наше поле, как бы на нашем поле можно, ничего страшного. На урожай никак не повлияло это все дело. Урожай мы собрали весь. И что же, друзья, мы собрали? 722 куба кукурузы, 379 кубов подсолнухов и 480 кубов табака. Кукурузу и табак мы везем по контракту, сдаем, подсолнухи везем на наш НПЗ и перерабатываем в топливо полностью. А есть, правда, другой еще неприятненький моментик. Есть большая вероятность, что мы не сможем закрыть все вот эти контракты, потому что они не будут выполнены на 100%. Все поля убраны на 75%, а не на 100%, как должно быть. В теории, доставка вот это вот, то, что мы должны перевезти груз, этого хватит. Но на всякий случай мы сохраняемся. Кстати, по поводу сохранения. Если у кого-то пошла мысль из-за вчерашнего косяка поставить автосохранение, то оно, как правило, у меня стоит. И когда я играю дома, я даже мод включаю на автосохранение, который в фоне это все дело сохраняет, но на работе я этим пользоваться не могу. И я забыл просто его подключить, этот модик, и включить автосохранение. Не могу по одной простой причине, у меня очень плохой интернет на работе, прям ужаснейший. Вы меня спросите, как интернет связан с сохранением. Да, в общем-то, напрямую у меня все это сохраняется в облако. И каждые 15 минут загружать по 100 мегабайт я просто не могу себе позволить. А дома, пожалуйста. Так, подцепляем эти жадки все, возвращаем. И еще раз отправляем их на парковки. Так, у нас следующий зеленый был. Я сначала согрешил на другой новый мод, о котором мы чуть попозже поговорим. Я его отключил, и все равно оно так стало собираться. А потом я еще вспомнил, что я сделал один контракт на уборку соевых бобов. И там-то, в общем-то, все было в порядке. Тот контракт закрылся без проблем. В общем-то, жадочки оказались неудачными. Увы, идея классная. Там еще 18-метровая была. Может, кому и понравилось бы. Но это ладно. Итак, комбайны мы все отправляем на парковку. Берем нашу заправлялку. И все наши комбайны заправляем. Интересно, он отсюда достанет. Ладно, значит, становимся сюда. Заправляем Лексион. Не может заехать Нью-Холланд. Но ничего страшного, подождет. Давайте, все, класс заправлен на 100%. Сейчас мы как-нибудь тут между вот этими вот товарищами. Или вообще давайте как-нибудь вот так встанем. Скорее всего, они же оба достанут в таком случае. Да. Нью-Холланд заправляется. Джонни. Джонни не заправляется. Не достает до Джонни. Ну и ладно. Так вот, друзья. Если контракты эти не примутся, значит, мы их отменим. И я себе накину все деньги за эти контракты. Потому что я считаю, это будет честным. Я все-таки все сделал. Джонни, давай заправляйся тоже. Топлива как раз всем хватит. Но в любом случае, этого товарища мы тоже сейчас отправляем сначала загрузиться. А потом приехать на парковку. Он съездит на заправку и припаркуется. Чтобы тоже стоял заправленный здесь. Все, готово. Давай, друг, едь. А мы еще комбайны только сполоснем. И про них забудем до июня. У нас в этом сезоне не созрел еще только хлопок. И я вот все еще в раздумьях, убирать его или не убирать. Просто там 78-ое поле. А 78-ое поле, это я не знаю, сколько по времени оно будет убираться. Даже двумя хлопкоуборочными комбайнами. Какая-то неудачная серия получается, да? Куча косяков. Ну что, мы все переживем. Ну что, ну вот и все. Все комбайны у нас чистенькие, заправленные. Готовы к следующему сезону. А теперь же переходим к нашим манам. Загружаем их в работу. Табак мы везем на склады. Кукурузу мы везем на перекупщика зерна. Перекупщик зерна у нас, кстати, рядом с базой. Красного отправляем. Жалко, нельзя вот эти настройки скопировать, как в кушплее, да? Маршруты. Мне кажется, это была бы очень полезная функция. Стой, давай, едь. И белый ман. Так, я сказал, белый ман. Тоже давай, едь. Везем сейчас скопом быстренько всю кукурузу. А пока они возят, давайте, друзья, вернемся к тому, на чем мы закончили до перерыва. А именно, установка гигантского элеватора. Вот такого. Вот сюда. Или поставить его развернуть здесь, вот так. Насколько им удобно будет сюда заезжать. Как я вчера собирался это делать, а? По-моему, вот так вот я собирался делать. И будет нормально. Места тут для разворота всем будет предостаточно. Ставим его вот так. 500 тысяч строительства. Не миллион. Хотя, кстати, я не посмотрел видосик, который там был. А что это у нас здесь такое? Оптический обман. А-а-а. Я просто его на себя поставил. Все здесь нормально стало. Просто я в башне был внутри. Вроде без косяков. Ну и, конечно же, надо это все дело закрасить. У нас окрашивание. Что у нас здесь? Асфальт, да? Асфальт, падла, конечно, тоже денег стоит. Но что поделать? Нам же нужна красота здесь, правильно? У меня еще были мысли вернуть те деньги, которые были потрачены в прошлой серии на траву у свинарника. Что-то как-то там прям много. Больше 500 тысяч получилось. Но уже ладно, что мы там засеяли траву, а там же другие еще загоны для животных будут на том месте. Но уже ладно. Дай было ставить мод на бесплатный вот этот вот весь терраформинг. Так, а вот здесь надо уже чуть-чуть поаккуратнее. Здесь гребаные деревья мешают мне. Ничего не видно из-за них. Но вроде как все нормально, заасфальтировали. Все равно туда ходить не будем, даже если там какой-то пиктель остался, никто об этом и не узнает. Никогда. Так, 14% произведена доставка. Поле 77. Пошла у нас. Жара. Так, эта штука у нас сюда прекрасно стала. Конечно же, здесь надо еще повесить табло. И, наверное, большое какое-нибудь, да? Там вроде как было аж на 52 строки. Здоровенная такая хреновина. Да, 52 строки. Вот так вот этот экран здесь расположить. Наверное, вот это даже будет ровно считаться, да? Бздынь. Во, нормально. Пойдет. Меня полностью устраивает. Еще 20 тысяч мы на это потратили, друзья. И нужно провести, конечно же, сюда еще курс плейчик. Давайте возьмем какого-нибудь трактора. Вот, отлично. У него коробка автомат. Отлично. Здесь для разворотов вообще никому мешать не будет. Единственное, что надо сделать, это, наверное, въезд немножко отодвинуть подальше от бункера. То есть, как-то вот сюда вот. Ну, я думаю, вот так вот будет вполне себе нормально. Давайте, друзья, наверное, вот из этой точки мы нарисуем здесь проезд. Вот это вот дело мы соединяем сразу, чтобы потом не забыть. Сделаем с ней небольшую дугу такую, чтобы наши фуры могли здесь разгружаться нормально, заезжать. Ну, и вот здесь, наверное, поставим мы точку. А пускай это будет элеватор. Здесь у нас и загрузка, и выгрузка в одном тригере находится. И вот только думаю... Да не, вроде бы даже для фур должно этого хватать. Ну, и, в общем-то, выезжаем отсюда. И вот это вот все дело мы тоже соединяем. Вопрос, какую папку это сохранить. Надо, наверное, делать папку база, но, ладно, это чуть попозже сделаем. Этого товарища мы отправляем на парковку, и пускай он туда едет. Я вот что-то как-то не сильно представляю, как сюда 52 строки влезет. Вероятно, в два столба это будет. На всякий случай, друзья, давайте посчитаем, сколько мы должны получить за эти контракты. А если верить моему калькулятору, то получается 484 656 денег. Но у меня просто есть подозрение, что мы не сможем их принять. Тогда их придется отменить, а денег себе накрутить вручную. Кукурузу, кстати, уже почти все вывезли. 220 кубов осталось. Даже меньше 200 получается. Ну, вообще, да. А он, кстати, и не засчитывает. Кукуруза у нас вот поле 77. Поле 57. Они доставлены 56. А здесь 140 кубов. И здесь 124. Так нам даже как-то может и не хватить. Нет, должно хватить. Сейчас посмотрим, куда он начнет засчитывать после 77 поля. Вроде как последняя фура там туда идет. Вот она, кстати, и приехала. Выгружается. На 83%. 84%. 99% произведена доставка поле 77. Ладно, смотрим тогда следующую. Не доставлено 0 литров. Просто как бы мне еще штрафы не начали за нехватку урожая давать. А такое аж может быть. Это у нас дело выгружается. 100% произведено. И пошел засчитываться в 24. Все. Значит урожай засчитывается куда надо. Все, доставлено 58 кубов. Сейчас еще вот этот вот у нас ман туда выгрузит. Из 66 останется 5 кубов. И потом надо будет 140-800 привести еще на одно поле. А у нас на складе осталось 187. То есть нормально. Там даже остаток какой-то останется себе. 6600 не доставлено. Все, все путем. Все хорошо. Ладно, пока они тут еще катаются, друзья, нам нужно вот это вот все наше добро, которое у нас здесь лежит, перевезти на основной наш элеватор. Этот элеватор мы скорее всего снесем. Отсюда у меня здесь мысли есть другую штуку поставить. Овес, пшеницу и ячмень мы перевезем вот этими манами. Этими фурами. Они это умеют делать. А подсолнухи опять-таки фурами мы вывезем на наш НПЗ. А вот солому и солому бобовых можем начинать возить уже сейчас. У нас есть фуражный прицеп для этого. Поэтому что мы говорим ему делать? Мы говорим ему ехать загружаться на БГА склад загрузка. И ехать разгружаться в элеватор. И везти солому бобовых. Ехать тебе 7 раз. А когда он загрузится соломой бобовых первый раз, мы переключаем на солому. И там останется 6 поездок соломы на 300 кубов. У него вместимость 50. Ну и после всего вот этого вот всех этих поездок, он просто припаркуется здесь обратно. Сейчас загрузится, мы его переключим и можно про него будет забыть. Да, тут прям целая очередь на загрузку у нас. Но ничего, все хорошо. Пошла загружаться солома бобовых. Я не знаю зачем она нам нужна, но один прицеп пускай на элеваторе лежит. Есть он не просит. Я ее с какого-то контракта... Не, я ее даже не с контракта. У нас чечевица. Мы одно поле с чечевицей когда-то купили. И вот эти вот 49 кубов, почти 50, оказались именно с этого поля. Даже на прицеп тогда не набрали, ее прям мало сыпят. Все, переключаем просто на солому. И дальше он будет катать нам солому. Так, вот этот товарищ, он, кстати, тоже вернулся. Давайте мы его, во-первых, вырубим из таба, чтобы на него не переключаться. Опять-таки подвисло немножко автодрайв. Там персонаж мой сидит, но ничего страшного. А мы его помоем. У него работы в этом году, наверное, уже нет. Хотя, если будем убирать хлопок, там точно бака не хватит на уборку 78 поля. Придется ездить заправлять. Все, мы его тоже моем. А, его еще на зарядку надо поставить. Все, ты чист. И давай заряжайся. 5 минут тебе плинут. Он стоит в не очень удобном месте. Доходы от продажи урожая уже пошли. А, 57-ое нет? Не надо? А, уже, уже, уже привезли 57-ое. А, все правильно. И тут последнее сейчас, да, будет? Просто они втроем это довольно быстро возят. Мне казалось, там, да, тут 9 кубов осталось. У нас уже пошли доходы от продажи урожая. Все прекрасно. Тогда, друг, стой. Давайте отправлять вас возить табак с кукурузой. С этими остатками разберемся, продадим потом. Меня больше интересуют, конечно же, контракты. Табак 480 кубов. И возить нам его на склады. Значит, переключаем этому товарищу. Табак. И здесь продажа на склады. Погнал. Следующему товарищу. Переключаем тоже на табак. Табак и продажа на склады. Как ни странно. Давай. И сзади у нас еще один должен сейчас подъехать. Да, вот он. Мы ему тоже переключаем на табак. И тоже продажу на склады. Да, все-таки это будет в два столбца здесь. Со временем, может быть, это, кстати, будет и хорошо. Общая вместимость 24 миллиона литров. Не будем париться с... Хватит места или нет. Это прекрасно. Ладно, друзья. Пока они там возят. Давайте мы с вами еще поставим сюда склады. И гараж, который я собирался сюда поставить. Я, правда, до сих пор не придумал, где и как это должно стоять. Наверное, гаражи имеет смысл поставить вот так. Или вот так вот даже. Давайте сначала склад поставим. Вот с этой вот стороны. Только для начала, наверное, стоит убрать отсюда вольву. И удалить весь автодрайв, который там у нас с парковками есть. Оно нам здесь уже не нужно. Черт, вот знал же, что не надо. Вот надо осторожнее быть. Удалил не ту точку. Так, вот ту выездную пока оставим. И то, что здесь вокруг, тоже все стираем. Но вот эту можно пока здесь оставить. Соответственно, у нас наши маны остались без парковок. Но им пока вроде как и не надо. Вольву пока поставим вот сюда. А вроде как никому она здесь мешать не будет. И идем в наши склады. Я думаю, если мы их всунем вот сюда, это будет прям хороший вариант, да? Давайте как-нибудь вот по центру, по центру поля. 14 евро, другой. А, это батарейка у нас зарядилась. Все нормально. Так, эту штуку ставим. 250 тысяч у нас здесь. Туда, кстати, можно зайти, походить. Здесь здоровенный склад. Вот эти вот все ворота открываются. А здесь можно опустить вот эту вот рампу. Загнать сюда погрузчик. Эту штуку, соответственно, поднять. И работать погрузчиком. Но, как вы понимаете, я этого делать, конечно же, не буду. Мне это все не очень интересно. Соответственно, вот здесь вот можно будет выгружать поддоны. Они будут появляться здесь. И погрузчиком их, соответственно, вот здесь вот выгружать. Здесь у нас два отделения. Есть еще вот такой холодильник. Ну и общая вместимость 30 миллионов литров. По-моему, очень даже прекрасно. Все, мы закрываем и сваливаем отсюда. Также можно будет наполняться контейнерами. В шестой серии, друзья, я вам показывал вот этот вот модик Cargo System. Тут у нас грузовики, маны, которые я брал. Так вот, сейчас на сайте, на котором я выкладываю модики, новая версия. Она тоже, как и склад, адаптирована под NF Marsh. Здесь прописаны все грузы с карты в этот фургон, в рефрижератор, куда надо. Все есть, все можно возить. И я себе позволил небольшую вольность. Я добавил сюда логотип нашей банды. И поэтому вот такой вот контейнер у нас в итоге будет. Вот эту штуку, кстати, самого Бурундучка сгенерировала нейросеть. Это Меджорни еще. Вот, а потом вот это вот все у нас художник рисовала. Ну и наш девиз слабоуме и отвага. В общем-то, потом, когда будем пользоваться складом, мы себе такую штуку обязательно прикупим. В общем-то, обновленные, адаптированные под эту карту моды по ссылочке в описании тоже есть. Также, друзья, что мы сюда еще хотели поставить? Мы сюда хотели поставить ангар для фур. Тут 7 мест будет. Я не знаю пока, кто у нас здесь будет жить точно. Ну, то есть, у нас есть 3 мана. Но, возможно, вообще маловато будет. Потому что надо будет купить еще бочку. Вот эту вот штуку для поддонов. И кто-то у меня еще в планах был. Я думаю, что надо поставить его как-то вот сюда. Здесь место будет вполне себе хорошее. Никому мешать не будет. Сейчас мы здесь все заасфальтируем. Поле это тоже уберем. Еще 250 тысяч, друзья. Кошмар, да? Короче, вот такой вот ангар. И здесь еще мойка есть. Автоматическая. Погнали, посмотрим, как она работает. Почему вот этой штуке я всегда забываю закрыть левую шторку. Все, закрываем. Он пока что нам тоже не нужен. Погнали, заедем на автомойку. Посмотрим, как оно работает. Здесь сейчас пропишем весь автодрайв на все парковочные места. Вот так вот вы эту штуку сюда загоняете. И подходите, нажимаете вот эту кнопочку. Дверки закрываются. И вашу технику здесь моет вот такая вот штука. Прикольненько. И все. Вольво у нас чистая. Прекрасно. Так, контракт на поле 67 завершен. Там у нас шла пахота. Но они там сейчас закончат и приедут припаркуются. Так, что нам тогда надо сделать? Нам тогда надо сделать здесь парковочные места. Но для начала давайте все это дело заасфальтируем. Асфальтируем. Вот у нас опять-таки асфальт. Я думаю, возьмем большую кисть. Да? Да. Тоже, конечно, денег это стоит. Но что поделать. Все. Теперь у нас здесь все в асфальте. Единственное, надо, друзья, немножко подрисовать. Еще травки будут. Обычные. Потому что здесь я повылазил за асфальт. И у нас деревья из асфальта, получается, растут. Надо это все дело закрасить травкой. Я думаю, что, наверное, имеет смысл высадить сюда траву. Ту дорогущую. Она, конечно, не сильно дорогая, просто там площадь была гигантская. Сейчас мы вот такую окантовочку сделаем. И все у нас здесь красивенько будет. Вообще, можно это круглой кисточкой, на самом деле, делать. Оно тогда... Вся вот эта кривота ровнее получается. Как-то кривота ровнее. Красивее, да. Да, много денег эта трава стоит. Она нужна. Мы хотим, чтобы было красиво. Но как-то так вот получилось. Вроде бы красивенько. Может быть, еще цветочков сюда каких посадить? Понатыкать, а? Как вы думаете? Лишним не будет. Во. Красивее же стало. Цветочки, правда, зараза намного дороже. Кусты можно какие-нибудь всунуть, чтобы было и более естественно. Во. Пойдет. Короче, меня полностью устраивает. Отлично. Так, с контрактикой 67-ое поле. Мы его принимаем. И погнали посмотрим, как у нас дела у наших манов. Им остался один прицеп, по сути дела. Черный загрузит. Там остатки будут еще в белом. Давайте, в принципе, отправим и белый. Чтобы мелочь не оставлять. Соломку потихонечку вывозит. Уже три рейса сделал. Осталось еще три. Пять кубов не добрал. Но ничего страшного. Чего он их возьмет? И мы его отправим. Давай, друг, едь. Поле мы убрали, но эко-счет здесь остался. После перезапуска игры он пропадет. И, в общем-то, он у нас станет трохи получше. Но здесь у нас были проблемы с удобрениями. Их было много лишних. Поэтому тут все плохо. Но, опять-таки, я думаю, сезон два. И у нас здесь все выровняется до девяносто четырех. А мы, друзья, ловим наших манов, которые подъезжают на разгрузку. Они, кстати, через лесопилку теперь ездят. Им тут ближе оказалось, чем через второе поле. Но ничего страшного. Пускай ездят. Они сейчас здесь выгружаются. И мы их на ходу переключаем на подсолнечник. Который повезем на НПЗ. Сто процентов доставка на поле пятьдесят восемь. И пошло поле три. Последнее. В общем-то, все контракты у нас восемьдесят два, восемьдесят три процента. Такое себе. Итак, вдруг ты дальше у нас везешь подсолнухи. И везешь их на НПЗ. НПЗ. Выгрузка сыпучая. Погнал. Да, и сейчас он ругается на то, что парковка не назначена. Но ничего страшного. Все, доставка сто процентов на поле три. Прекрасно. А ты у нас дальше везешь подсолнухи. И везешь их на НПЗ. НПЗ. Выгрузка сыпучая. Погнал. Ну и наш белый друг. У него все то же самое. Ты у нас везешь подсолнухи. И друг тоже везешь их на НПЗ. Выгрузка сыпучая. Все, давайте катайтесь. Ну и друзья, контракты у нас не завершены. Поэтому нам приходится нажимать отмену. Благо никаких выплат штрафных мы не платим. Все отменяем. Ну и как я уже говорил, денежки эти мы вернем. 484 656, друзья. На мой взгляд, это честно. Эти контракты я на самом деле сделал. Что нам дальше надо сделать? Я, друзья, хотел здесь поставить еще одно производство, которое нам уже необходимо. Это, друзья, мастерская. Она у нас не сильно большая. Вот она. Мастерская. Я думаю, что мы можем ее впихнуть, в принципе, даже вот прям вот сюда. Надо было чуть-чуть левее гараж ставить. Или впихнуть ее вот сюда. Вот так вот. Да, давайте вот сюда вот мы ее и впихнем. Хорошо смазанная машина. Чифку дали. Можно сделать франшизу. Видимо, за производство. Единственное, конечно, нам нужно здесь это все дело тоже закрасить асфальтом. Нибо у нас же здесь все в асфальте. Ага, стоянку нельзя, да? Ну и ладно. Так вот, друзья. Что это такое? Что это за мастерская такая? Прекрасная. Эта штука будет производить нам техобслуживание. Техобслуживание у нас на большинстве производств будет требоваться. Когда мы ставим новое, разумеется, оно полностью забито. У нас просто вот здесь вот оно уже заканчивается, поэтому надо уже ставить. Здесь есть три линии. Первая линия делает его из топлива и электричества. Вторая линия делает его уже больше из топлива, электричества и досок. Кстати, доски мы делаем. Можно привезти, не вопрос. И дополнительно можно еще привезти сюда еды, хлеб и сыр. И будет прям еще больше этого самого техобслуживания. Давайте включим, наверное, одну линию. Вторую, которая с досками. На самом деле можно даже первую линию включить. Первой обойтись. У нас на данный момент требуется 20 тысяч техобслуживания. А вторая линия производит 48. Это в месяц. Вот. А первая линия у нас 24. Делает вполне себе этого достаточно. Вот. И, друзья, как же это техобслуживание доставить? В принципе, два способа. По дефолту идет, конечно же, распределение автоматически. Но есть, друзья, и прекрасный модик, который мне прям понравился. Это развозить техобслуживание самому. Для этого есть вот такой вот Mercedes Sprinter. Два варианта на ДВС и электричка. Я вот думаю, давайте, наверное, возьмем электричку. В принципе, у нас не так много он будет ездить. Если что, у нас есть станция электрозарядки. А может быть, поставим еще одну. Сделаем, давайте, его оранжевого цвета. Мне кажется, это будет классно выглядеть. Выпустить фаст и нормально. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. Пускай будет нормально. Можно поставить на него проблесковые маячки. Давайте поставим вот такие. И выбор двигателя. E Sprinter или E Sprinter Plus. Давайте поставим 116 лошадей, чтобы он не летал как ненормальный. И номер, друзья, мы ставим 61. И, друзья, еще один модик я и поставил, кстати. Кстати, забыл, как он называется. Что-то там про License Plates. Так и называется. License Plates Manager или что-то такое. Короче, эта штука позволяет вам посмотреть, какие номера у вас есть. И запрещает дубликаты. То есть, если мы поставим сюда 60, а у нас уже есть 60. Он мне скажет, что нет, уже есть такая штука на Tanker Junior. Поэтому мы ставим 61. И да, я вот один раз пропустил. У нас 2 51. Я вот, правда, вспомнил об этом, когда покупал следующий. Вот надо отвезти эту косилку и поставить ей 52 номер. Ну, в общем-то, 61 мы ей ставим. А цвет обода пускай будет обычный серый. Эту штуку мы тоже покупаем. Так, водитель 6230 прибыл на парковку мульчеру. Значит, у нас там все замульчировано. Значит, можно пойти посыпать известью. У нас пули 39. Ну, кстати, полук уже приехал тоже на парковку. Так вот, пули 39. Давайте его туда тоже отправим. Генерируем ему курс и отправляем его в работу. Я надеюсь, что этой извести ему хватит. Не надо пока ехать. Если не хватит, тогда съездишь. А сейчас не надо туда ехать. И можно, в принципе, сразу и культиватор, наверное, отправить. Или потом. В принципе, давайте потом. Пускай сначала известью посыпет. Вот этот чел, наверное, здорово мешает. Ща мы его отгоним. Все, давай есть, посыпай известью. Так вот, в мастерская у нас появился новый чел. Вот такой вот спринтер. Как по мне, вполне себе прикольный. Мы же тут за экологию боремся, поэтому поставим электричку. Хотя я небольшой любитель электричек на сегодняшний день. А потом поставим его как-нибудь вот сюда. Здесь у нас наполняется это самое техобслуживание. И с ним, в общем-то, все хорошо. У нас остался миллион триста. Мало. Надо больше. Ладно, друзья. Сейчас я вам предлагаю, знаете, что сделать? Надо прописать парковочные места для всей техники, что у нас тут есть. Давайте пооткрываем здесь все ворота. Плюс провести автодрайв на наш склад. И провести автодрайв на техобслуживание. Потому что сюда мы будем выгружать топливо. Здесь тоже надо сделать точку разгрузки. И, в общем-то, это, наверное, довольно унылое занятие. Поэтому сделаю я его, наверное, за кадром. Ну и, друзья, как я говорил, эту серию я разделил на четыре части. В следующей серии у нас будет еще одно новое производство. Еще одну большая покупка. Поэтому, чтобы ее не пропустить, подписывайтесь на канал. По-наставьте побольше лайков, и тогда она выйдет побыстрее. Если не хотите ждать, то посмотреть ее уже можно на Boosty. Плюс там еще куча всего наперед отснято. Спонсорам огромнейшее спасибо за поддержку. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Никита Дилой. Всем пока-ки.